Десятки жителей освобожденного Лимана выстроились в длинную очередь за продовольствием и лекарствами. После четырех месяцев российской оккупации в городе не осталось ни магазинов, ни аптек. Поэтому получить помощь можно только от украинских военных возле городской администрации. Хотим, чтобы было лучше, чтобы закончилась эта война, чтобы аптеки работали, магазины, как раньше, больницы. А что же, нет ничего сейчас пока. Все разбито, все разграблено. После освобождения Лимана, главного бастиона российской армии на севере Донбасса, в городе нет ни электричества, ни газа. И почти не осталось целых зданий и дорог. Но жизнь здесь постепенно налаживается. Люди уже не прячутся в подвалах и не боятся выходить на улицы, как это было при российских военных. Да ну как, дома сидели, да и все. А что запрещали, не разрешали? Мы никуда сильно не выходили, не попадались им, не обращались к ним, не попадались. Но ничего не трогали. После российской армии в городе остались не только руины, но и груды разбитой техники. Причем своей же. Кладбище из бронемашин и танков образовалось прямо посреди Лимана. Это была одна из баз российских оккупантов. И вот эта часть, что вы видите позади, это они свозили, чтобы не преграждать дорогу. Они свозили свою разбитую технику, которая, как правило, уничтожалась нашей артиллерией. На окраине города все еще лежат тела российских военных, тех, которые пытались бежать при контрнаступлении украинской армии. Выйти из Лимана бойцы ВСУ дали немногим. Вот эта группа россиян, которая двигалась на автомобилях, они уже бросили свою военную технику и бежали на том, что забрали у гражданских людей. Микроавтобусах, автомобилях легковых. И наша диверсионная группа перехватила их и полностью уничтожила. Теперь, когда Лиман освобожден, коммунальные службы начнут восстанавливать город, а украинская армия продолжит отвоевывать территории. Михаил Баранов для телеканала Freedom.